Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем нашу программу. Первая у нас уже прошла. Прошла она у нас раненько, скажем так, в 6 утра было в городе Чикаго, а сейчас у нас в 9 часов, тоже утречко. 9 часов в Чикаго, 17 часов в Москве и 22 часа в городе Хабаровске. Почему в Хабаровске? Потому что сегодня у нас на связи Антон Воронцов. Ну и мы продолжим наше общение по поводу полетов во сне и наяву, то бишь в Австралии. Мы уже, собственно говоря, в промежутке у нас еще одна была встреча с Константином Стефанским. Ну вот, Антон, я рад приветствовать тебя на канале. Привет, Майкл. Да. Ну и, дорогие друзья, давайте вы тогда вопросы. Свои тема, конечно, очень, так сказать, неоднозначная, но она достаточно интересная, и мы говорили в прошлой передаче. Кто не смотрел, можете посмотреть. Мы говорили о том, что просто так куда-то там полететь или что-то там выяснить, надо еще обладать какими-то определенными качествами, что, в общем-то, тоже было бы очень полезно. А качества эти телепатия, ясновидение, яснознание, яснослышание, ну и плюс, понятно, сам полет. Антон, скажи, ну ведь люди, которые первый раз об этом слышат, потому что как-то был комментарий в программе с Константином о том, что вот те, кто не с нами, те против нас. Типа, ну вот, то есть, вот мы все хотим, а те, кто не понимает и задают какие-то глупые вопросы, им вообще не нужно быть якобы в этой программе. Но тем не менее, кому-то любопытно, кто-то действительно хочет научиться, почему бы и нет. Но существуют у людей какие-то страхи, фобии. Вот, допустим, человек встал на крышу дома и решил полететь. Вот, но он же не птица, он же не улетит никуда. Вот, как ему избавиться от этого страха, потому что все-таки страх высоты, он существует, и очень многие боятся высоты, кстати, включая меня самого. Вот, как это люди задают такие вопросы? Конечно, очень часто на самом деле. Вот, дальше буквально совсем вот час назад я переписывался с своими ребятами, тоже задавали много вопросов. Я, например, знаю, как, в принципе, технику выйти, да, но испытываю страх, что это могу упасть с кровати или там в тонком теле куда-то упасть. Ну, тут как бы все очень просто. В тонком теле вы точно никуда не упадете, а если вы даже упали, ну, ушибы не получите. А физическое тело, как правило, когда уже, ну, начинаем работать и по технике выходить, оно, как правило, тоже вряд ли упадет с дивана, ну, если только вы совсем на краю, на боку не будете ложить, ну, я думаю, в этой позе вы и не будете выходить. Послушай, ну, упасть не так страшно, как с крыши. А вот некоторым это очень серьезно страшно. А насчет крыши, ну, мы же с крыши не будем делать выходы из тела. А только с дивана? С дивана, я вот предпочитаю со стульчика, ну, или там в отосе, в полуотосе на полу. Точно не упадешь. А вот скажи, пожалуйста, в известной песне Макаревича, когда он там, понимаешь, пил горький чай на кухне, а она летала там по ночам. Вот как ты считаешь, она летала по ночам где? В Астралии или наяву? Или ты не знаешь этой песни? Не слышал. Не слышал? Ну, послушай. Ну, короче говоря, люди же летают действительно во сне. Люди летают, некоторые наяву, кстати. Вот, мы с тобой знаем такого человека, он наяву летает. Имеет ли это что-то общее вот со странными путешествиями? Ну, летает, действительно летает, кто-то действительно левитирует, а кто-то летает во сне. Вот, что общее между этими полетами и астральными путешествиями? Хороший вопрос на самом деле. Ну, дело в том, что я бы хотел сказать, что никакой разницы. Ну, на самом деле, конечно, не так. Это все-таки физическое тело и левитация. И я не могу это прокомментировать, потому что по одной простой причине я не левитирую. Врать не буду. А что касается нашей тематики, ну, понимаете, когда мы уходим, в принципе, неважно, в эфирном, в астральном теле или в каком-то еще, там все чувства, они не просто становятся сильнее, дистанция в ином, и что эмоции, что чувства, то же самое чувство полета, это непередаваемое, конечно, ощущение. И на самом деле, как по передаче чувствовать вперед в какой-то траектории. Можно почувствовать реверанс, какие-то даже сделать. Когда мы начинаем практиковать сам выход, мы, в принципе, далеко-то никуда не летаем. Главное научиться чувствовать тонкое тело, руки, ноги, голова, в радиусе даже вот просто элементарно комнаты. Но потом чуть дальше. Ну и по мере, так сказать, накопления опыта, просто умения владеть этим телом, мы уже там ставим планы конкретные. Куда лететь? Зачем лететь? Ну, там уже в зависимости от идей, которые посещают. Понятно. Ну, хорошо. Но все-таки, вот если мы говорим о полетах с дивана, то есть отправная точка у нас какая? Диван, кровать, стул. Или вот человек едет, не знаю, в троллейбусе, в трамвае, ну, у нас нет трамваев, но, допустим, в трамвае. И вот, а ехать ему тут далеко, на другой конец города, к примеру, да, долго ехать. Он думает, ты чего мне тут трястись в этом трамвае, понимаешь? Я лучше в это время полетаю. Вот можно ли там рядышком с трамвайчиком полететь? Или куда-то совсем в другом направлении? Тело как бы там. Ну, билет, естественно, он купил. Контролер уже, естественно, его не оштрафует. Он приклеил этот билетик, чтобы его не беспокоили куда-нибудь. Как ты думаешь? Я точно отвечу на этот вопрос. Давай. Причем можно ехать действительно в автобусе, там, или в троллейбусе, неважно. И в обычном толкучке, в час пик. И вполне, как бы, выйти из тела и двигаться напротив автобуса, например. Это даже и специальные упражнения для развития, на самом деле. На самом деле это не так сложно. И там движешься, ты на автобусе или стоишь где-то, это на самом деле не имеет значения. Потому что к тебе идет привязка. Ну, как бы, к самому тебе. И там вообще, на самом деле, проблем нет с этим. Это даже интересно. Особенно, когда ты вот едешь в автобусе, да, и посмотреть глазами двойника, например, на автобус. Или на самого себя. На самом деле, очень интересно. Интересно, что? Посмотреть на себя? Посмотреть, да, со стороны. Это производит впечатление. А скажи, пожалуйста, вот человеку надо с какой-то целью, с какой-то целью ему нужно побывать в том месте, а по-другому он не может там побывать, кроме как приехать туда. Опять же, вид транспорта другой. А может ли он побывать там в астральном теле? И тогда, может, ему и не надо было бы ехать и тратить на это время. Ну, вопрос-то простой. Посмотреть, как там все ли в порядке с родственниками, допустим. Мало ли, телефона нет. Или задать какой-то вопрос. Вот можно ли сделать так, чтобы не ехать, а вот прилететь, сделать там свои какие-то дела, произведать вопрос и поехать обратно. Полететь, точнее. Можно. Но не обязательно. Можно просто посмотреть третьим глазом. Если, конечно, в состоянии это сделать. Так и летать не надо. И летать даже не надо. Вот это в чем вам? Давайте говорить про открытие третьего глаза. Кому нужно и терять. Я вот просто хочу дополнить насчет лететь-не лететь, как бы. Вообще, вот такой главный вопрос многие задают. Ну, например, а зачем вообще это надо? Летать куда-то? Дело в том, что на самом деле, когда человек уже начинает действительно серьезно интересоваться этой тематикой, у него уже внутренняя тяга, внутренняя потребность. И он сам зачастую не понимает, зачем ему это надо, но его тянет. Он что-то начинает изучать. Неважно, какие методики даже на самом деле. И у него такая внутренняя тяга. Это нельзя передать словами. Это вот действительно только почувствуем это. Как бы ведет его кто-то или что-то. Может, его высшее Я. Я лично так считаю. Как некоторые говорят, духовный учитель или ангел тоже часто употребляют эти слова. Мое личное мнение, я его не навязываю, конечно. Это просто наше высшее Я. На самом деле, это истинные мы, какие мы есть, без всякой шелухи тел. Потому что все эти тела – это не мы. Это одежда, та или иная. Примерно так, если грубо выразить это. И когда человек уже действительно начинает этим заниматься, у него уже даже эта потребность какая-то, его тянет к знаниям. И ему неинтересно, на самом деле, что там в соседнем доме происходит. Так, на первых этапах кто-то. А его интересуют уже совершенно другие вещи. Он все время хочет куда-то выше что-то интереснее узнать. Совершенно необъяснимые какие-то вопросы для простого человека. Там как бы индивидуально. Хорошо, Антон. У нас есть парочку вопросов тут. Давай по порядку. Даже не парочку, а две парочки. Вот выходить в астрал… Что такое выходить в астрал? Выходить в астрал человека, в астрал планеты. А можно ли перемещаться из одного астрального поля в другое? Вот как… Сдаю вопрос, как он обозначен. Не заморачиваясь пониманием, непониманием. Вот как он есть, ты определяешь корректность постановки вопроса и так далее сам. Ну, последний вопрос точно человек задал, который не занимается этим. Не, ну, большинство таких. Вот один есть, профессиональный вопрос. Потому что выход из астрала в астрал, ну, это, например, как масло масляное. Астрал, и в Африке астрал, так грубо говоря. Это мир. Это огромный, безграничный мир. Конечно, он имеет какие-то границы. Просто нам их тяжело определить. А я уже молчу о том, что всякие параллельные миры, планы и так далее, так по порядку. Ну, не совсем такой корректный вопрос. Вот я даже не знаю, как ответить. Не, ну, я могу, конечно, перевести. Давай ты с русского на русский. Ну, вот человек спрашивает. Объясни просто тогда, вот что такое астрал, как его нужно понимать человеку, который вообще не в теме. Вот что такое астрал. Чтобы я, раз ты в программе, так ты давай ей объясняй. Вот я тоже не люблю красивые слова, поэтому отвечу действительно просто. Астрал – это просто другой мир со другими свойствами, материи и всего остального. Просто другой мир. У него свои свойства, у него все другое. От физики, естественно, останется, так сказать. И единственное, что его так ярко отличает от нашего, это вот, что чувства и эмоции, если именно астрал, они там зашкаливают. И цветовая гамма там, такая, которой у нас даже нет. Это его очень сильно отличает от нашего. Такие особо яркие моменты. Потому и по технике безопасности нужно выходить всегда в состояние беспристрастности, чтобы тебя не кидало ни в какие эмоции. Ты должен ровно идти. Ровно. Никуда не поймутся. Они же не говорят, что он психу и злит. Они говорят, что человек болеет. Они на это смотрят, как на болеет. Неправильно? Так оно и есть, на самом деле. На это они смотрят, они это кто? Индус. Индусы? Как на что смотрят? Индус, индус. Они на зло смотрят, говорят, человек болеет. Ну, правильно, да. Все верно, да. Ну, у индусов, собственно говоря, подход другой индусы. Это та территория, где жили люди, которые знали. Это ведическое, скажем, общество было там, на той территории. И поэтому, когда человек ведет себя, который находится в невежестве или в тамосе, на санскресии, это человек просто действительно. Вот алкоголик, он, или там, допустим, террорист, он не злой, он просто больной человек, вот и все. Он сам не знает, что он больной, но, тем не менее, вот так это именно трактуется. Дорогие друзья, давайте не будем на этом останавливаться. Кому интересно, я этого коснусь. Завтра будет моя программа. В 17.30 она будет по московскому времени. Часик с небольшим у нас будет, чтобы поговорить, в том числе этот вопрос мы осветим. Значит, Антон, еще следующий вопрос такой. Ну, я ставлю напоследок вопрос Анастасии, и я его задам. Вопрос в Астралии. Вы своими мыслями можете менять и влиять на события и пространство там, где вы находитесь? Абсолютно. Я даже больше скажу. Мы, у нас такая есть, как выразить, действие одно определенное. Мы, когда возвращаемся, все равно набора энергии много, излишки, и когда мы возвращаемся в тело и сливаемся с ним, мы как бы лишнюю энергию, ну, грубо говоря, санахаты, проекцируем в город. То есть не просто там в помещении или в дом, или там район, а на весь город. И все время замещаем такой момент. Ну, грубо говоря, так на чувстве покой, покойстве, любовь, прям в равновешенном. И вот постоянно, даже можно сказать, замечаю, вот едешь на занятие, ну, обычно вот такой, замечаешь фон города. Люди либо спокойны, там гуляют, либо какая-то нервозность, такая общая, какая-то такая нервозность, общий фон как бы. И вот, когда эти действия сделаешь, то выходишь, абсолютно другая картина, сразу. И на самом деле, вот это чувство любви, это на самом деле, очень сильная штука. как я грубо сказал, штука. Чувство любви, это одно из самых сильных чувств во Вселенной. При определенных действиях, оно является даже оружием. в плане, как сказать, оружия. В смысле, мы убиваем кого-то им. Как говорят, нельзя с черненькими драться на ихнем поле. Ты изначально тогда проиграл. То есть, если вы черненькие, ну, так ты будь в своей теме. Там веришь, Господа верь. Замечательные и правильно. Но даже как простой человек, ты можешь проецировать чувство любви. языком физики уже просто говорю. И когда это чувство подпитано силой, оно находит реализацию. Причем сразу. Я даже больше скажу. У меня был случай один. Я учился у одной женщины тоже, непокойной. И как-то я выхожу вечером после нее. занятий. И иду у нас по центральной улице. Это как раз лихие 90-е были. И выхожу на тротуар в центре города. И мне на встречу, знаете, так, человек 25. Причем неадекватных конкретно. Абсолютно. Я не знаю, там обкурены были, или пьяные, или то, и другое. Потому что они когда завернули, мне до них было так расстояние еще метров на 100. Но я вижу, что свернуть уже просто для самосохранения некуда просто. То есть мне в любом случае на них идти. И я иду такой, думаю, да, неизвестно, что может получиться. А я шел спокойно, такой, уверенный в себе. И просто так санахата на них по полной, на полной катушке дал. А они когда завернули, они одного своего били, кстати, я забыл, главное сказать. Они его били там из-за бутылки у них, я так из разговора помню. Реально, я думал, они его убьют. И такие агрессивные очень. И вот я уже с ними равняюсь на этих чувствах. Они меня даже не заметили. Я сквозь них прохожу, но я смотрю, в этот момент, когда я уже начал с ними сравнялся, я иду. Они начали как-то успокаиваться очень. Это первый раз, когда я заметил. Начали очень быстро успокаиваться. А я так иду, к одному поворачиваюсь. Ребята, да вы это, не убейте его. Они, да не, 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 нормально все. И буквально вот я с ними расхожусь, все, они уже там стояли, братались. Все нормально. Это вот когда я первый раз заметил. На самом деле, все наши мысли, это не зря, говорят, они имеют силу. А если ты это еще делаешь намерением, дай Бог, чтобы намерения твои были благи. вот так. Хорошо. У нас есть вопросы следующие. Ну, в прошлый раз вы говорили, что менять можно будущее, так как оно неопределенно, а прошлое нет. Можно ли менять будущее с гарантированным определенным результатом? С гарантированным определенным результатом? Ну, что-то можно, но я думаю, не все. В принципе, это еще зависит, я бы хотел бы, наверное, сказать от профессионализма, но на самом деле, все-таки не забывайте, что помимо нашей воли есть еще и много других людей. И не только людей, а еще есть высшие силы, и не только высшие, и всякие разные. И третьи лица. Так что тут не так все однозначно. Ну да, была поговорка такая, гарантия дает только Господь Бог, и что, страховой полис? Ну, хорошо. Следующий вопрос. Вот Антон говорит, что астрал – это другой огромный мир, так как то есть как тогда можно менять наше прошлое и будущее? А наш мир – это что, другой мир? Наш физический мир? Ну, видимо, да. Ну, по сути, они, конечно, разные, но они вытекают один из другого и взаимодополняют друг друга. Ну, как можно менять будущее и прошлое в том мире астральном? Ну, как вот в тех фотографиях, которые вы уже разбирали на передаче с Константином. Так, менять… Фирменный магазин. Да, но мы меняем какое наше? Наше будущее, свое, или меняем будущее нашего мира? Оно всегда меняется от многих факторов и от нас лично, и не мне, в принципе, вам всем рассказывать, как оно имеет свойство быстро все изменяться. Это примерно как вот, когда видишь картины будущего, считается, да, очень-таки отрицательные, даже без акцента, что за картины. Если, скажем так, их высветить, то бишь увидеть, то, как правило, они не всегда, ну, как правило, они проходят более мягче, либо могут вообще не произойти, как ни странно, да, можно там смотреть видением будущее, можно увидеть, да, можно увидеть варианты, на самом деле. Тут даже понятие дизайна есть, потому что есть силы, которые мешают, плюс умения и много-много-много факторов, на самом деле. Ну, есть, конечно, отдельный, очень сильный, как вот, месяц, например, но он увидел будущее, у него очень большой процент попадания был. Извините, не каждый месяц. Хорошо. Следующий вопрос, а вообще, с чего это вообще у человека подсадка на выход в астрал? Чего там людей, некоторые, конечно, не всех, тянет в этот астрал? Чего им не имется в этом мире физическом? я уже, в принципе, буквально раньше, в начале передачи сказал, что, как правило, люди, которые приходят уже заниматься конкретно, они, как правило, уже созрели, их уже тянет, у многих твердое намерение, их уже ведет, либо их высшее я, либо еще что-то, и они уже идут, зачастую, просто еще сами не понимая, что осознанно, ну, это уже не просто случайные люди, на самом деле. Но каковы мотивации все-таки такого человека? Ну, из твоего, допустим, опыта? Я это могу за себя опять сказать. Я, на самом деле, когда начал вообще все заниматься, я тогда еще учился в школе, когда я только начал заниматься, еще до группы, у меня было все очень меркантильно и просто. Я что-то сказал тогда, выписал две книжки по телепатии и сновидению. Я читал, ну, насмотревших голливудских фильмов про сканеров, что можно залезть в голову тому же самому учителю, да, узнать точный ответ и не парить его, ну, дописать в тетрадки. Посмотреть будущее. И на этом энтузиазме я, в принципе, и начал заниматься. Самое, что интересное, у меня были действительно очень яркие картины будущего. Я, так как я был тогда совсем молодой, мы ходили там на дискотеки, танцевали, и я каждый вечер просматривал, что будет. У меня процент попадания был личный, просто сумасшедший, на тот момент, там до деталей. И это меня подстегило особенно сильно. Ну, с другой стороны, на самом деле, когда мы работаем с этим глазами, смотрим там картины будущего, или там еще что-то, там ауру смотрим, на самом деле-то все происходит не так, как в голливудских фильмах. То же самое видение ауры, некоторые считают, что она должна светиться там от прожектора перестройки, а на самом деле это все не так. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok,